снова всем здорова сегодня будем ковыряться катушки зажигания от фальсвагена такая катушка зажигания на стоит еще с коммутатором тут коммутатор прикручивается иногда с тремя пинами иногда с шестью вот это вот коммутатор был с тремя пинами в общем купили новую катушку знакомые у меня купил катушку коммутатор на гарифа если не ошибаюсь вроде бы третий гольф да третий вот через некоторое время приезжает болин говорит дружище искра пропала давай методом подмены по-быстренькому проверять у другого моего знакомого сняли катушку зажигания поставили к нему бах все заработало я сразу обратил внимание что провода старые свечи все разные я им сказал говорю поменяй пожалуйста провода свечи иначе тебя может и коммутатор сгореть и как обычно как бы парень молодой горячий девочек хочется катать он все хорошо мешай мне все я сделаю спасибо тебе большое уезжает а через недельку опять болин меня нету искры приталкиваем машину благо недалеко живет притолкал давай разбираться опять методом подмены опять вытаскиваем второго товарища нифига катушка не работает а точнее не в катушке дело извиняюсь оговорился вот думаю что еще коммутатор ставим коммутатор другой машины все завелось все нормально опять ему говорю ты провода то поменяй со свечами свечи все разные там несколько свечей одна там или две свечи от азика потом там бошевский бмвш на еще какие-то очень все он собрал ага хорошо поменяй все точно мишань спасибо большое давай удачи а давай удачи катает он девочек пару дней опять звать мишань машина встала не заводится ой а как ты узнал не трудно догадаться свечи не менял провода не менял ой нет я вот только собирался магазин некогда было ладно приезжай проверяем в этот раз и катушка и коммутатор что ты будешь делать ладно снимая это все дело и все и стою курю у меня товарищ спрашиваю что делать будешь я говорю иди в магазин покупай провода свечи и покупай сразу катушку коммутатор можно как-нибудь по-быстрому я потом заменю глине хочешь забирай так и хватит уже сюда ездить ладно пошел он понурый купил весь этот комплект приходит все это мы ставим ставим свечи провода ставим опять же лайхоповский блок катушки коммутатор что вы думаете уже вот я скажу май июнь июль август сентябрь октябрь конец октября шесть месяцев полгода машина ездит шепчет ничего не вылетает никаких проблем это я к чему веду опять скажут что-то ты много тарахтишь задолбал каюсь болтать люблю но суть видео заключается в том что у меня есть много ролика где я проверяю катушки зажигания прибором мне потом пишут ты идиот возьми проверь лампочкой да ты придурок да этим не проверишь мультиметром но опять же ни один из высокотехнологичных приматов которые подобные комментарии оставляют не смогли услышать тот посыл который пытался оставить своих роликах а то есть конкретно сейчас поясняю прибором вы можете проверить смотрите внимательно слушайте внимательно целостность обмоток целостность то есть что нету обрывов первичной обмотки что нету обрыва по вторичной обмотки но тут он есть нету то ошибся 47 киловом то есть обрыва нет а еще вы можете обнаружить короткое замыкание первичной обмотки его вторичной то есть если вы ставите на 200 ом у вас все по нулям ну с учетом погрешности щупа а потом вы проверяете вторичную обмотку вас тоже все по нулям такая катушка точно не будет работать но прибором услышите уже наконец-то прибором тестером аметром хоть как вы не проверите катушку на сто процентов в плане работоспособности почему там если уже грубо говоря первичная обмотка намотана потом слой изоляции сверху вторичная высоковольтная обмотка намотана так вот когда вот этот вот слой изоляции пробивает из-за того что у вас хреновые провода хреновые свечи напряжение ищет пути наименьшего сопротивления а наименьшее сопротивление в таком случае получается вот этот вот маленький промежуток зазорчик и плохая изоляция относительно плохая то есть при нормальном электрооборудовании ухожем если все окей у вас она у вас не пробьет она выдержит даже китайская когда у вас все хреново естественно оригинал у вас будет дольше ходить на говняных свечах и проводах и распределители бегунки ну у кого что стоит а китайская вылетит очень очень быстро потому что пробьет этот промежуток и у вас искра будет проскакивать внутри катушки внутри то есть со вторичной на первичную будет там щелкать но вы не услышите это хотя бывают такие моменты что даже катушки слышно то есть на свече на центральном проводе нету разряда а внутри катушки слышишь щелк 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 пробивает понимаете к чему я веду вот поэтому я прошу вас если вы смотрите мои ролики включайте соображалку пытайтесь думать хоть немного сейчас модная современная тенденция нацелена на то чтобы человек разучался думать чтобы он была лень думать то есть все что вот ему переживали засунули в рот еще от его челюстью подвигали еще чтобы за него и проглотили вы не поддавайтесь на это вы думаете пытаетесь соображать сопоставлять факты что к чему или хотя бы внимательно смотреть ролик со звуком нормально а не так что одной рукой вы думаете омашки с третьего подъезда второй рукой роутон хаваете а в наушниках что-то там какая-то музыка орет и все это вперемешку вы еще и ролик смотрите день там в уголке экрана в плеере ни хрена если вам что-то нужно узнать услышать вы пожалуйста послушайте внимательно посмотрите если что-то непонятно переспросите но когда вот начинает вот это вот ты дебил ты барана когда он спрашивает слушай друг а что умеешь ты покажи что ты умеешь может ты лучше можешь пошел ты нахер чё я буду перед свиньями бисер метать обычно вот так отвечает и как правило они начинают да у меня диссертация да у меня там докторская хочется таким сказать слушай обезьяна я не знаю с какого дерева ты слез и какую-то там докторскую скорее всего не писал а ел это не говорит о том что ты можешь всех вот так вот оскорблять так что будьте добрее друг другу будьте не настолько ленивы чтобы иметь свое мнение конечно же уметь и общаться тогда вы получите ответы на свои вопросы на этом все еще раз извиняюсь конечно много много слов знаю что это многих грузит ну вот не могу я так чтобы не пообщаться охота мне с людьми общаться вот ставим палец вверх подписываемся на мой канал обязательно заходим в описании находим ссылочку на группу вконтакте добавляемся в группу общаемся задаем вопросы буду очень рад конечно же ждем свежих выпусков всем пока пока